Всем привет! Меня зовут Ольга Семайкина, и сегодня в видео я расскажу о том, какие две самых основных ошибки допускают люди при исполнении своих желаний. Итак, ошибка первая – это когда люди ставят свою жизнь на паузу. Бывает человек так озадачен, озабочен исполнением своего желания, что забывает самое главное – это жить. Жить свою жизнь и радоваться. И тогда он начинает размышлять. Когда у меня будет то-то, то я сделаю то-то. Если произойдет то-то, то я сделаю то-то. Тем самым он откладывает какие-то свои изменения, решения на потом. Он откладывает свою жизнь на потом. Он ставит все на паузу и стопорит развитие событий. Ну, например, девушка может размышлять, когда я выйду замуж, когда я похудею, или когда у меня появится мужчина, тогда я похудею. Или когда у нас будут дети, то мы сделаем ремонт в своем доме, или переедем в новый дом, или когда у нас будут деньги, и тогда мы будем отдыхать. И таких примеров может быть очень много. Но основное, что объединяет все эти примеры, это когда люди не делают самого главного. Самое главное – это сделать свое состояние комфортным уже сейчас, почувствовать себя хорошо, почувствовать радость, то самое счастье, которому стремятся, спокойствие, любовь уже сейчас, а не потом. И сделать то, что хочется уже сейчас. Тогда человек развивается. Если же этого не происходит, он все ставит на паузу. И вместе с его жизнью замирает его реальность. И события не развиваются. Нет для этого энергии. Человек в это время не живет, он терпит. И исполнение желания вряд ли исполнится в таких обстоятельствах. И ошибка вторая. Это когда люди размышляют. Пусть сначала произойдет, а потом я уже решу, что с этим сделать. А потом я уже сам что-то сделаю. Я не хочу ничего менять в себе, я не хочу предпринимать усилия. Пусть сначала это случится, а потом уж я тогда, уж так и быть, сделаю то, что требуется от меня. Это глубокое-глубокое заблуждение, которое тоже не развивает реальность, не развивает события в жизни человека и не ведет никак к исполнению желания. Например, представьте, вы ждете новую должность. Вы мечтаете о должности руководителя. И вместо того, чтобы развивать свои навыки, лидерские качества, вы сидите и ничего не делаете, а делаете свою автоматическую работу дальше, размышляя о том, вот пусть сначала меня выберут руководителем, тогда я уж начну что-то делать. Но нет, сначала мы должны развить себя до того желаемого, которое мы хотим. Это говорит о нашей готовности, это говорит о нашем состоянии и об умении готовности принимать, принять то, что мы так хотим. И тогда мы уже начинаем заниматься этим уже сейчас. Мы начинаем делать то, что думаем, что сделаем тогда, когда у нас это будет. И у нас начинает меняться энергия, потому что мы сами уже меняемся, и с каждым таким действием мы разворачиваемся в сторону своего желания. И мы уже смотрим на него прямо, а не спиной. И мы становимся ближе с каждым таким шагом. Поэтому, делая вывод из этого видео, подрезюмирую. Первое. Делайте, пожалуйста, то, что вам хочется сейчас уже делать. Если вы мечтали играть на пианино, пожалуйста, играйте. Если вы мечтали петь песни, пожалуйста, идите, занимайтесь вокалом, а не ждите того самого момента, когда петух закупорекает. И ваша задача сделать свое состояние уже комфортным прямо сейчас. Чтобы прямо сейчас вы почувствовали себя хорошо. Это самое главное. И второе. Развивайтесь. Развивайтесь, чтобы быть готовым принять свое желание. И тогда вы, как магниты друг к другу, начинаете притягиваться, скорость увеличиваться. Но пока вы ничего не делаете, то в реальности тоже ничего происходить не будет. Ну, а если вы хотите правильно работать над своим желанием, над своими желаниями и над своей желаемой жизнью, над своим желаемым будущим, если вы не знаете, с чего начать, то я приглашаю вас к себе. В ближайшее время я запущу несколько программ. Первая программа – это будет программа по работе с внутренними запретами, которые не впускают желаемое в нашу жизнь. Это будет некий выход из матрицы. Это будет сдвиг точки сборки, то есть своего восприятия, за счет чего и будет меняться ваша реальность. И ваше желание будет разворачиваться к вам. А второе – это будет вебинар по карте желания. Как ее правильно делать, как сделать так, чтобы… Я очень-очень увлекалась этой темой и увлекаюсь сейчас. И в свое время, первый раз, когда я сделала карту желания, она у меня супер просто сработала. И...